Здравствуйте зрители и подписчики моего канала Дмитрию Микрофона и сегодня я бы хотел вам рассказать о структуре и вооружении моторизированной панцергренадерской роты вермахта или же вермахт панцергренадер компани моторизирт штата КСТН 1114 датированным от 01.11.1943 года. Итак, моторизированная рота панцергренадеров от конца 1943 года состоялась с 3-х стрелковых взводов, 1-го взвода тяжелого вооружения, тылового вещевого отделения, отделения обеспечения, отделения технического обслуживания автомобилей, противотанковой секции и управления роты. Итак, теперь посмотрим все поподробнее и начнем мы с боевой части роты. Моторизированный взвод вермахта состоял из 43-х человек, 1-го офицера, управления взвода 2 машины и 6 солдат и 3-х моторизированных стрелковых отделений по 1-му 2-тонному грузовику и 12-ю солдатами в нем. Командир взвода был звание от ллойтнанта до оберлойтнанта. Вооружен он был пистолетом-пулеметом МП-40 с шестью магазинами и, само собой, передвигался на одной из машин управления взвода. МП-40 изначально разрабатывался для десантных частей и спецназа. Это первое оружие, в котором имелся складной приклад. Из плюсов можно отметить живучесть конструкции. Пистолет-пулемет без каких-то либо проблем производил до 30 тысяч выстрелов патронами с усиленным пороховым зарядом 9х19П+. Также он полностью прошел тест на стрельбу в условиях от минус 50 до плюс 50 по Цельсию, без смазки и спустя 4 дней пребывания в соленой морской воде, после испытаний солнцем, пылью и грязью. Также он проходил тест с падением. Сам МП-40 скинули на бетонный пол с 5-метровой высоты и он продолжал вести стрельбу. Следующим плюсом была прекрасная точность. На тестах пистолет-пулемет на полигоне закрепили на станке. На 50 метрах разброс всего 8 сантиметров, на 100 метрах 22 сантиметра, на 200 метрах 50 сантиметров. Третий плюс это ствольная резьба, из-за наличия которой на пистолет-пулемет можно было устанавливать разные дульные насадки, а именно компенсаторы, глушители, приспособления для стрельбы над калиберными припасами. Ну и несомненным плюсом и достоинством была простота и легкость технического обслуживания. Из минусов можно отметить приклад, который был неудобен и со временем шарнир, который его держит, начинал расшатываться. Это в свою очередь приводило к шатанию самого приклада. Ну и во время стрельбы уменьшало точность оружия. Следующим минусом был магазин, который слишком выступал вниз. Из-за этого вести огонь лежа было опасно, подставляясь под ответный огонь противника. Третьим минусом было отсутствие кожуха ствола. В свою очередь ствол сильно нагревался и солдату приходилось использовать перчатки, чтобы не обжечься при длительной стрельбе. Ну и последним минусом можно назвать низкую скорость пистолетного патрона 9х19 парабеллум. В зависимости от пули не более 320-400 метров в секунду, что приводило к плохой настильности и траектории полета. Командир управления взвода был в звании от Обер-Ефрейтера до Унтерфельдфебеля. Вооружен снайперской винтовкой Маузер 98К с 12 магазинами по 5 патронов. Один посыльный в звании до Ефрейтера вооружен карабином Маузер 98К. Он еще и исполнял обязанности гарниста. И один водитель с карабином Маузер 98К. Передвигались они на машине. Дальше идет один фельдшер в звании до Ефрейтера включительно. Вооружен пистолетом Маузер с двумя магазинами. И с ним передвигался один посыльный в звании до Ефрейтера. Вооружен карабином Маузер 98К. Ну и также еще один водитель с карабином Маузер 98К. И они также передвигались на еще одной машине. В взводе находилось три стрелковых моторизированных отделения панцир-гренадеров. Теперь приступим к рассмотру одного из них. Командир отделения в звании от Обер Ефрейтера до Унтерфельдфебеля вооружен пистолетом-пулеметом МП-40 с шестью магазинами. Второй боец и заместитель командира отделения в звании от Ефрейтера и вооружен МП-43 или же по неофициальному названию СТГ-43 с четырьмя магазинами по 30 патронов. Секторный прицел был один из главных достоинств СТГ-43. Он позволял вести очень точный огонь до 800 метров. Следующим плюсом был промежуточный патрон. Он был менее мощным, чем у винтовки, но от этого отдача при выстреле было в два раза ниже, чем у Маузер 98К. И третий и последний плюс – это универсальность. Наличие крепления для оптического прицела и наствольного боеприпаса делает эту штурмовую винтовку универсальным оружием. Из минусов можно отметить большую массу. СТГ весил 5 килограмм 200 грамм с боекомплектов. Для сравнения на 1 килограмм больше, чем заряженный карабин Маузер 98К с закрепленным штыком. К минусам можно отнести еще трудность чистки и огромное пламя, которое вырывалось во время стрельбы, что приводило к демаскировке стрелка. Дальше идут два старших пулеметчика в звании МГ Обершутце и вооружены пулеметами машин ГВР-34 с барабанным магазином и пистолетом с двумя магазинами. Дальше идут два помощника пулеметчика. Имели они звание МГ Шутце и имели с собой пистолет с двумя магазинами и два короба по 100-150 патронов. Последние пять солдат Стрелки. Они имели звание Шутце Стрелок или же Обершутце Старший Стрелок. Вооружены они все были карабинами Маузер 98К с двумя обоймами и двумя гранатами. И еще водитель в звании от Шутце до Обершутце с тем же Маузером 98К с двумя сетью обоймами. Также за отделением был закреплен противотанковый гранатомет Панцершрек. До 1944 года он назывался Офенрор и был без щитка. Предположительно на отделение приходилось шесть противотанковых кумулятивных гранат. За секцией закреплялся двухтонный грузовик Опель. Панцершрек или же в начале Офенфор был создан на основе конструкции захваченного американского противотанкового гранатомета Базука. Главным достоинством была пробиваемость кумулятивных гранаты от 150 до 220 миллиметров. Выходит, что гранатомет мог уничтожить абсолютно любой танк противника. Еще можно отметить хорошую скорость гранаты, а именно 105 метров в секунду. Для сравнения, Панцер Фауст 30 имел скорость гранаты 28 метров в секунду. Из недостатков можно было выделить порыховые газы. До добавления в 1944 году щитка на гранатомет для защиты лица, стрелок перед стрельбой должен был надеть противогаз без фильтра и перчатки, что существенно затрудняло использование оружия. Также к минусу можно отнести количество ракет. В 1943 году на один гранатомет приходилось примерно 3,5 гранаты. До конца войны ситуация не сильно изменилась, и производство смогло позволить только выпускать по 7 гранат на ствол. Дальше мы рассмотрим моторизированный взвод тяжелого вооружения. И состоял он из одного офицера, управления взвода и двух боевых секций тяжелых пулеметов. Командир взвода в звании от Ллойтнанта до Оберлойтнанта вооружен пистолетом-пулеметом МП-40 с шестью магазинами по 32 патрона. Управление взвода состояло из одного командира управления взвода, который был в звании от Обер-Ефрейтера до Унтерфельдфебеля, вооружен пистолетом-пулеметом МП-40 с шестью магазинами по 32 патрона. Двух посыльных радистов в звании до Ефрейтера, вооружены карабинами Маузер 98К. Одного младшего оружейника в звании до Ефрейтера, вооруженного карабином Маузер 98К. Один санитар в звании до Ефрейтера, с пистолетом Люгера и двумя магазинами, и последние два водителя в звании от Шутце до Обер-Шутце, и также вооружены карабинами. За управлением взвода были закреплены две машины. Дальше идет секция тяжелых пулеметов. Два командира в секции в звании от Обер-Ефрейтера до Унтерфельдфебеля, вооружены пистолетом-пулеметом МП-40. Оба командовали своим расчетом тяжелого пулемета, также один из них был еще командиром целой секции. Два старших пулеметчика в звании МГ Обер-Шутце, вооружены пистолетом с двумя магазинами. Также дальше идут четыре помощника пулеметчика в звании МГ Шутце, по два человека на ствол, вооружены карабинами. Следующие еще четыре подносчика боеприпасов, звание МГ Шутце, также по два человека на ствол, и вооружены карабинами. И один водитель, звание от Шутце до Обер-Шутце, вооружен также карабином. Секция вооружалась двумя МГ-42 с двумя тысячами патронами на ствол. Из плюсов пулемета можно отметить дешевизну. Пулемет был дешевле от предыдущей модели, а именно на 30%, если смотреть на МГ-34. Дальше к плюсам можно отметить скорострельность. Скорость стрельбы, в зависимости от используемого затвора, была от 800 до 1500 выстрелов в минуту, что на 200-300 выстрелов больше, чем у предыдущей модели, а именно МГ-34. Или, для сравнения, у ДП-27 скорострельность от 500 до 600 выстрелов в минуту. Последнее из плюсов – это технологичность. Количество деталей в пулемете было уменьшено до 200, а сам он изготавлялся по применению штамповки и точечной сварки. Например, короб вместе с кожухом ствола изготавливались с помощью штамповки из единой заготовки. Тогда, как у предыдущей модели МГ-34, это были две отдельные детали, которые изготавливались на фрезерных станках. К минусам можно отнести переводчик огня, а именно его отсутствие, что не давало возможность пулемету вести стрельбу по одному патрону. Ну и к минусам можно отнести еще жизнь пулемета, она была меньше, чем у МГ-34. Данный недостаток стал следствием удешевления конструкции. Но в защиту можно отметить, что данная конструкция, только переработанная под патрон НАТО, производится и используется до сих пор в Сербии, Хорватии, Израиле, Турции, Греции и в малых сериях США. А используется еще в таких странах, как Чехия, Швейцария и Австрия. За секцией также был закреплен грузовик «Опель». Следующая в взводе тяжелого оружия была минометная секция. Один командир секции в звании от Обер-Ефрейтора до Унтерфельдфебле, вооружен пистолетом-пулеметом МП-40. Дальше идут два командира минометов, по одному на ствол, в звании до Обер-Ефрейтора, вооружены пистолетами. Два минометчика, по одному на ствол, в звании до Ефрейтора, включительно, вооружены пистолетами. Дальше идут четыре помощника минометчика, естественно, по два на ствол, в звании до Обер-Шутце, включительно, вооружены пистолетами. И шесть солдат-подносчиков боеприпасов, само собой, по три на ствол, в звании до Обер-Шутце, вооружены карабинами. Два водителя в звании Обершутце и также вооружены карабинами За секцией были закреплены два 81-мм миномета с 54-мя осколочно-фугасными и 18-ю дымовыми минами на ствол 8-сантиметровый Шверер Гранатенверфер 34 в большинстве снаряжался осколочно-фугасными и дымовыми минами Ночью также осветительными, что позволяло увидеть отделение врага Интересно то, что мины комплектовались весьма чувствительными взрывателями Из-за этого надо было следить, чтобы на путях полета не было веток деревьев, маскировочных сеток и посторонних предметов Также с некоторыми взрывателями была запрещена стрельба из миномета в сильный дождь За секцией также были закреплены два грузовика Дальше идет противотанковая секция Состояла она из двух команд Каждая имела своего командира Он же оператор противотанкового гранатомета Звание от Обер-Ефрейтора до Унтерфельдфебля Вооружен 88-мм гранатометом Оффен-Фор Ну или же после 1944 года Панцершрек К нему прикреплялся один заряжающий в звании до Ефрейтора Вооружен пистолетом И в каждом из команд был еще по одному оператору противотанкового гранатомета Но он был уже в звании до Ефрейтора И вооружен 88-мм противотанковым гранатометом Оффен-Фор И к нему также прикреплялся один заряжающий в звании до Ефрейтора И вооружен пистолетом За секцией также был закреплен грузовик Opel Дальше у нас идет тыловое вещевое отделение Основная задача этого отделения Ремонт, обмунирование и обуви И обеспечение этими вещами боевых подразделений Командир отделения, он же секретарь по оплате Был в звании от Обер-Ефрейтора до Унтерфельдфебля И вооружен карабином Маузер 98К Дальше идет портной и сапожник Как в сопровождении А также и водитель грузовика Все они были в звании до Ефрейтора Включительно и вооружены карабинами с 8 магазинами Также за ними был закреплен грузовик Чаще всего Opel с открытым верхом Следующая у нас Ремонтная секция автотранспортных средств Состояла она из главного механика Он же командир секции Находился в звании от Обер-Ефрейтора до Унтерфельдфебля Вооружен пистолетом с двумя магазинами Один автотранспортный механик в звании Ефрейтора Вооружен карабином Еще три автотранспортных механика в звании до Ефрейтора И также вооружены карабинами И последние два автотранспортные механики И еще водители вооружены карабинами За ремонтной секцией закреплена легкая машина И один грузовик с ремонтным снаряжением Дальше у нас Отделение обеспечения Оно самое массивное Это отделение занималось Приготовлением пищи Медицинским обслуживанием Перевозкой имущества роты Ремонтом стрелкового оружия И служебным делопроизводством Командовал отделением Штабсфельдфебель И был вооружен пистолетом-пулеметом МП-40 Оружейник Званет обе рефрейтора до Унтерфельдфебле Вооружен пистолетом Секретарь снабжения И по совместительству командир вещевого отделения Званет обе рефрейтора до Унтерфельдфебле Вооружен карабином Главный повар И по совместительству охрана отделения Званет обе рефрейтора до Унтерфельдфебле вооружен карабином. Помощник оружейника в звании доефрейтора, также вооружен карабином. Следующий повар в звании доефрейтора, вооружен карабином. Один секретарь по совместительству охраны отделения находился в звании доефрейтора, вооружен карабином Маузер 98К. И последние три водителя в звании доефрейтора и вооружены карабинами Маузер 98К. За отделением закреплялась машина, Грузовик с кухней и один грузовик с бензином. Последняя секция – это секция управления роты. Состоит она из одного командующего секции управления роты, звания от обе рефрейтера до унтерфельдфебля, вооруженного пистолетом-пюлеметом МП-40. Старшего радиста в звании от обе рефрейтера до унтерфельдфебля, вооруженного пистолета. Два посыльных и по совместительству радисты в звании до рефрейтера, вооружены карабинами Маузер 98К. Два водителя в звании до рефрейтера, вооружены винтовками Маузер 98К. Один фельдшер в звании от обе рефрейтера до унтерфельдфебля, вооружен пистолетом, также за ним закреплен мотоцикл. Два посыльных в звании до рефрейтера, вооружены карабинами Маузер 98К, и за ними закреплены мотоциклы. Два посыльных в звании до рефрейтера, вооружены карабинами Маузер 98К, и за ними закреплен мотоцикл с коляской. Заведующий мотоциклетной техникой в звании от обе рефрейтера до унтерфельдфебля, вооружен также пистолетом-пулеметом МП-40. Один водитель мотоцикла в звании до рефрейтера, вооружен карабином, за ним также закреплен мотоцикл с коляской. Командующий моторизированной ротой в звании Гаутман, вооружен пистолетом-пулеметом МП-40, передвигался на одной из машин секции управления роты. Ну что ж, надеюсь вам понравился детальный разбор моторизированной роты панциргренадеров Вермахта, или же Вермахт Панциргренадер Компани Моторизирт, штата КСТН 1114 от 01.11.1943 года. С вами был Дмитрий, всем пока.